Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире РГВК Дагестана вы смотрите программу «Подробности». Сегодня у нас в гостях руководитель фонда, благотворительного фонда имени Дарья Челышева, непосредственно Дарья Сергеевна Челышева. Дарья Сергеевна, вы уже несколько дней находитесь в Дагестане, и у вас на самом деле очень важная просветительская миссия, связанная с чем? Мой благотворительный фонд занимается помощью пациентов с гематологическими, онкогематологическими заболеваниями, пациентам после пересадки костного мозга в реабилитации, безусловно, популяризации такой важной темы, как донорство костного мозга. Вот мы подошли к самому главному, в принципе, вот с этого и начнем. То есть, понятно, что различные фонды занимаются поддержкой, не дай бог, тех же детских хосписов или еще каких-то направлений, связанных с теми или иными диагнозами. Но конкретно ваша сейчас миссия, цель, с которой вы посетили республику, это именно пропаганда вот этого донорства. То есть, чтобы люди активно участвовали, чтобы делились своим костным мозгом. Вы знаете, это такая щепетильная тема. Дело в том, что делиться костным мозгом невозможно. Ну, я как дилетант говорю. Я объясняю поэтому на нашем общем языке. В регистре доноров костного мозга крайне мало потенциальных доноров. Регистр – это большая библиотека, в которой находятся сведения и данные о специальном генотипе конкретного человека. И удивительно, что природа создала нас такими, что кто-то может быть потенциальным близнецом другого человека. Я просто даже на уровне своего дилетантского понимания этого вопроса знаю, что обычно такими донорами выступают ближайшие родственники. Там, братья, сестра или кто-то. Там, не знаю, там, дети с родителями. Но чтобы вот так вот можно было у какого-то донора со стороны найти, вот это для меня тоже новость. Это волшебство природы, честно говоря. Но не всегда у пациентов есть братья и сестры. Родители подходят на 50%. А, на 50%. И чем больше соответствия по фенотипу и по генотипу непосредственного донора к реципиенту, тем больше вероятности того, что мы сможем излечить данное заболевание у пациента. А речь идет только о раке, об онкологии крови? Вы знаете, сейчас пересадка вкусного мозга используется при лечении очень многих заболеваний, аутоиммунных заболеваний, онкологии, не только крови, но и других локализаций. Поэтому это животрепещущая и важная тема. Тем более, что в нашем регистре состоит 0,1% населения, а при этом в европейском регистре 10% населения. Вот эта разница в 100 раз, она не дает нам рассчитывать на излечение онкологических заболеваний крови практически, наверное, в 70% случаев. То есть получается, чем больше люди будут предлагать себя в качестве доноров, тем более будет разнообразна база, и тем больше будет совпадений для тех, кто нуждается в пересадке. Да, тем больше будет вариабельность. Вариативность, вариабельность. Да, то есть мы сможем, у нас будет база, из которой мы можем выбирать потенциальных доноров, потому что в процессе вступления в регистр, в процессе жизни эти доноры, они все равно отсеиваются. Кто-то заболевает, кто-то рожает, кто-то не хочет. И поэтому чем больше у нас потенциальных доноров для конкретного пациента, тем больше у нас вероятности и шансы ему помочь. Погодите, давайте вот сейчас как дилетанту объясните мне. Значит, получается просто прийти куда-то, сдать там... Во-первых, что мы сдаем? Это же жидкости спинного мозга, правильно? Это тоже небольшое заблуждение. Так, все, давайте, уточняйте. У всех ощущение, что мозг – это что-то, находящееся в кости, и это действительно так. Это не головной мозг, это не спиной мозг. Это не спиной мозг, это стволовые клетки, которые находятся в трубчатых костях. Их можно также получить путем взятия крови из вены. Прежде чем вы донируете эти кровяные клетки, вас, естественно, обследуют полностью. Вы, естественно, должны подойти к генотипу определенного пациента. И для этого вам сначала нужно вступить в регистр. Вероятность того, что человек, вступивший в регистр, кому-то подойдет – один к десяти тысячам. То есть это редкость. Слушайте, даже этот шанс, он стоит того, чтобы пойти, извините, какое-то время уделить. Чтобы вступить в регистр, есть два пути. Либо можно сдать бесплатно кровь на станции переливания крови, в лабораториях частных. Вы приходите, сдаете 5 мл крови, обычную пробирку, и отправляете ее на типирование, на специальное типирование для вступения в регистр доноров костного мозга. Либо есть такие ватные палочки, и этой ватной палочкой путем взятия эпителий за щекой вводятся две палочки с одной стороны и с другой стороны. Сушатся и отправляются также бесплатно по почте. Все. Этот человек вступил в регистр. Безусловно, есть определенные критерии. Вам должно быть от 18 до 45 лет, вы должны весить более 50 кг, и есть противопоказания по некоторым хроническим заболеваниям, по инфекционным заболеваниям. В принципе, это все те же противопоказания, которые есть при донации крови, плазмы, тромбоцитарной массы. С этим можно списком ознакомиться везде. Ну, мне не рекомендуется сдавать кровь, потому что у меня понижены гемоглобины, и если даже немножко поделюсь, то будет не совсем хорошо. А в остальном вроде противопоказаний нет. Раз попытка сдать была, я сдал когда-то, и, собственно, скажем так, я был допущен до этого процесса. Да, это очень просто. Но я сам это, видимо, переносил не очень здорово. Хорошо. Ну, окей. Значит, получается просто прийти сдать. Это недостаточно, потому что, получается, это недолговечное хранение. Как долго это может храниться? У вас информация хранится в базе. Это лишь только вступить в базу. Если пациенту требуется донор, человек, который уже находится в базе, его вызывают, полностью обследуют, и берут уже непосредственно стволовые клетки для конкретного пациента. Как берут? Невозможно заранее, как кровь, подготовить по четырем группам. Я вот только хотел сказать, да, это тоже для меня очень важно. То есть нельзя просто прийти в банк, сдать как бы часть себя, из-за биологического какую-то свою часть, и пойти там дальше. Нет, это невозможно, к сожалению, сделать. Тогда вызывается пациент, донор, вернее, да, не пациент. Он полностью обследуется, с ним проводится беседа, что он действительно готов, что он понимает, что это безвозмездно. Он дает свои клетки для рецепиентов, для пациента. Его приглашают в отделение переливания крови. Из одной вены берется кровь. Так. Центрифугируется. В этой центрифуге отсеиваются стволовые клетки. Предварительно этому пациенту вводится препарат, который стимулирует выбор стволовых клеток. Он безвреден. Все показатели крови восстанавливаются в течение 10 дней. Эти клетки в центрифуге, да, в фильтре, грубо говоря, оседают, собираются в определенный мешочек. И из второй трубки остальные кровяные клетки возвращаются в другую вену. И в течение 10 дней у нас эти стволовые клетки восстанавливаются. Все верно. Благодаря тому препарату, который вы нам вводите. Формула крови восстанавливается. И в течение... Эта процедура длится 4-5 часов. А, ну да. Вы можете посмотреть фильм. Болезненно? Нет, не безболезненно. Это выведение крови и введение крови в другую вену. То есть это безболезненная процедура. Для меня, видимо, противопоказано, да, если понежен гемоглобин? Там есть перечень некоторых противопоказаний, с которыми нужно ознакомиться. Но если есть пониженный гемоглобин, если это возведет к каким-то проблемам... Я просто потеряв сознание, упаду вот так нахожусь. Ну вот видите, тогда сниженный гемоглобин до определенной отметки, это не является противопоказанием. Это все обсуждается с терапевтом. То есть мы с вами... Ну возьмут меньше, чем могли бы взять, например, условно говоря. Или там есть минимальный объем, который... Да, вот этот аппарат, он считает количество клеток, которые мы возьмем. Но когда берется кровь, мы возвращаем вам те клетки, которые отвечают за гемоглобин. Мы берем только стволовые клетки. Безусловно, там есть какая-то кровопотеря, но это все контролируется с терапевтами, с врачами. В принципе, при попадании в регистр тот же, да, можно получить определенную консультацию от врачей, чтобы понимание какое-то иметь, вообще есть ли смысл иметь в виду себя, как в качестве донора в будущем. Конечно. Для этого существует наш фонд, который говорит о том, кто может стать... Хорошо. Дарья Сергеевна, извините, что перебью. И, чтобы совсем не уходить в детали, вот именно в эти, да, процедурные, тогда такой вопрос. А зачем вы столько времени тратите на то, чтобы доносить людям необходимость вот этого, как бы, да, донорства? Ведь у нас и так достаточно и кровь сдают на станции переливания и так далее. То есть нормальная практика. Есть люди, которые вообще там целые грамоты и медали получают, как чемпионы по донорству, там, как минимум, мои знакомые есть. Почему именно донорство, вот, как, еще раз? Костного мозга. Костного мозга. Почему оно является проблематичным? Почему люди не идут, что ли? Ну, видите, донорство костного мозга. Или 4-5 часов, как бы, там. Нет, у вас сразу складывается ощущение, что это трансплантация участка кости, это страшно, это больно, это вредно. Это стереотип из-за формулировки. Это стереотип, в частности, из-за формулировки, в частности, из-за того, что никто не интересуется этим вопросом, но в настоящее время от 5 до 10 тысяч человек ежегодно нуждаются в трансплантации. Из-за того, что в нашем регистре недостаточно потенциальных доноров, только 30%, среди которых детей очень много, будет пересажен костный мозг. Остальные погибают. По большому счету, вы занимаетесь проблемами перевода сейчас. С научно-технического языка на обычный бытовой, человеческий, на котором уже не так страшно. По сути, для меня не было бы страшно, даже если вы сказали, что это будет пункция с уколом в позвоночник и получением определенной части жидкости спинного мозга. Мне эту пункцию тоже когда-то делали. Правда, после того, ходить два дня не получается. Но это не все так страшно, понимаете? Это тоже обывательские какие-то страхи боли, страхи того, что собственное здоровье нарушится, если произойдет такая манипуляция. Нет, я врачам вам говорю, меня напрягает только 4-5 часов. Это просто потерять полдня как минимум. Но вы представляете, вы потеряете 4-5 часов и спасете жизнь ребенка. Это даже не соизмеримо. Это не соизмеримый вопрос. Вы сказали по поводу безвозмездности. Мне вообще кажется, человек, у которого хоть когда-либо, не дай бог, умер, а хотя бы даже просто болел человек онкологией, близкий, родственник, знакомый, я думаю, ему в голову не придет брать денег за то, что он кому-то поможет выкарабкаться из этой ситуации с меньшими потерями, без всякой химиотерапии бесконечной, без всех этих метастаз жутких, вот этих рецессий. Вы знаете, я вас, наверное, сейчас удивлю, но я человек, которому полтора года назад не нашлось донора у костного мозга в России, я вынуждена была лечиться в Германии. Мне делали пересадку костного мозга. Я сама врач-онколог, но случилось так, что мне был поставлен диагноз острый ликоз. И это для меня послужило толчком для того, чтобы минимизировать ужас и боль людей, которые вынуждены лечиться за границей, не среди своих друзей, не среди своих близких. Поэтому я считаю, что я как врач, с одной стороны, как пациент, с другой стороны, как человек, понимающий весь ужас и всю боль ситуации, должен вложить свою лепту в то, чтобы хотя бы один человек спас жизнь другого человека. После этого вы и, собственно, инициировали работу этого фонда и возложили на себя, скажем так, эту миссию. Ну да, конечно, это послужило большим толчком. А люди слышат, вообще понимают? Ну, смотрите, я в этом смысле слушатель несколько подготовленный, как бы со всех сторон. Ну, массовая аудитория, которая, мне кажется, вам гораздо более будет полезна, потому что, мне кажется, я вам по здоровью не очень подхожу, а она может просто подумать, что вы очередной специалист из своей сферы, который занимается нравоучениями, промывкой мозгов. У нас в период пандемии вообще было выявлено катастрофическое понижение уровня, знаете, даже не интеллекта, элементарного сознания у населения. Просто, понимаете, уже не смешно. Когда мы говорим, как бы, да, цитирую, там, тех же фриков типа лозы про плоскую землю и так далее. То есть после пандемии уже удивляться мало чему приходится. К сожалению, у нас население крайне безграмотно в вопросах здоровья, в вопросах, там, не знаю, анатомии, биологии и так далее. Вы знаете, я тоже крайне безграмотна в вопросе какой-то юриспруденции, и поэтому должен быть человек, который расскажет мне... Нет, это же элементарные вещи, элементарные вещи. Они даже их не готовы воспринимать, понимаете? Я поэтому говорю, возникают проблемы с этим. Вот есть какое-то отторжение, вот какое-то, знаете, какой-то негатив, антагонизм. Нет, 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 это вот вы хотите нас чипировать. Вы знаете, ну, в каждой, наверное, теме есть люди своих консервативных, неразвивающихся взглядов. Да. Но моя цель достучаться до того, у кого были вопросы, и я на эти вопросы ответила. Ну, чаще где возникает сложность восприятия информации? Вы знаете, наверное, не встречаются сложности пока. Я имею в виду какие-то ключевые, какие-то триггерные точки. Всем нужно объяснять. Кому-то нужно объяснять на профессиональном языке, кому-то нужно объяснять на простом языке, что это безвредно, что это спасет жизнь. Люди очень эмпатичные. Они хотят, ввиду многих обстоятельств, проявляться в добре. И это как раз наша публика, которая не откажет в последний момент стать донором для ребенка. Только для ребенка? Ну, я говорю для ребенка, потому что мы сейчас... Психологически это... Взяли статистику по Республике Дагестан. 50% пациентов онкологических среди детей – это все-таки онкогематологические пациенты. А поскольку у вас такой уникальный фенотип, что очень сложно найти неродственного донора для пациентов с онкогематологическими заболеваниями. У нас это вы имеете в виду север-кавказского региона, да? Особенно у дагестанцев, да. А-а-а! Ух ты! У вас уже есть 10 доноров, которые стали донорами костного мозга друг для друга. Они разбросаны по всей республике. Кто-то уезжал в Казахстан, тоже помогал. Представляете, да? Живешь, не знаешь, что у тебя есть генетический близнец. Ничего себе! Смотрите, тогда вернемся к процедуре, раз уж такое дело. А как можно стать донором, как можно попасть в регистр? То есть конкретно адреса, точки, куда должен человек обращаться? Это лаборатории. Инвитро, ЦМД. Да, только хотел про Инвитро. Да, Инвитро, ЦМД. Есть программа совместно с Росфондом, с фондом РДКМ. Вы можете прийти в любой офис Инвитро и сказать, что вы хотите сдать кровь для того, чтобы вступить в регистр доноров костного мозга. И это делается абсолютно бесплатно. И в течение 3-6 месяцев приходит на почту электронное письмо, что вы прошли диагностирование такое, эльча или айтипирование, и вы теперь в регистре доноров. В том числе, вот то, что я говорила, это используя две палочки, специальные ватные, можете самостоятельно заказать на сайте РДКМ, можете написать нам, на почту благотворительного фонда. Мы все организуем. Это не требует вообще никаких энергетических затрат. Да они никаких проблем Инвитро или ЦМД всегда рядом под боком находятся. Абсолютно. Вот эта процедура попадания в регистр, сколько времени надо занимать? Видите, я все время про время говорю. Про время. Ну, смотрите, от 3 до 6 месяцев идет само исследование. Если вы не понимаете, мое присутствие в этом, допустим, в этой лаборатории, сколько займет по времени? Ну... Час займет там. Что вы? Это просто одна пробирка крови. Это 5 минут времени. А, все, все. То есть я в очереди больше просто. Да, вы просто попадаете опять-таки в этот библиотек. Надо просто сказать, я вот по, значит, костным... Еще раз, костному... Я хочу вступить в регистр костного мозга. Донора костного мозга, да. Я хочу вступить в регистр костного мозга. Друзья мои, вот запомните эту фразу. И как только будет там свободная, не знаю, там 30-40 минут, ну, найдите время, поверьте, это... Ну, вспомните просто своих близких, которые мучились, и не дай бог, если они не выкарабкались, да, а вот была бы возможность, да, позаимствовать вот эти клетки, стволовые... Да, стволовые клетки, которые могли бы спасти человека в жизни. Да, и сейчас бы человек был в порядке. А вы можете вот таким образом эту ситуацию исправить для кого-то другого. Не обязательно для дистанции вообще, да, какая разница, по сути, да. То есть вообще человек... Я считаю, что человек в беде не имеет национальности. Абсолютно, да, согласен. Хорошо. Тогда так. Вот фонд уже сколько времени функционирует? Мы зарегистрировали фонд в декабре месяце. Сейчас занимаемся больше просветительской деятельностью, обсуждаем вопросы с нашими пациентами, с потенциальными потенциентами, с людьми, которым нужна помощь. То есть мы консультируем, планируем создать реабилитационный центр, потому что после пересадки костного мозга пациентам нужна психологическая реабилитация обязательно. Почему? Это очень сложный процесс восстановления, потому что это... Нет, физиотерапия я еще понимаю. Да. Вы представляете, пациенту ставят диагноз острый лейкоз. Он с этой болезнью живет полтора года, восстанавливаясь эмоционально. Ему нужно принять это. Это химиотерапия обязательно тяжелейшая. Это лучевая терапия обязательно тяжелейшая. Это прием препаратов после пересадки костного мозга. У пациента после пересадки костного мозга... А, там такая долгая история адаптации. Очень. После пересадки костного мозга бывает реакция трансплантата против хозяина, когда собственные клетки начинают атаковать донорские клетки. То есть есть огромное количество... А, то есть может и не прижиться? Конечно, конечно. Это же пересадка чужих клеток. Там есть очень много своих проблем, и мы стараемся помогать пациентам улучшить качество жизни. То есть получается, те якобы много раз озвученные сложности именно донорам, это ничто в сравнении с тем, что фактически потом, даже после нашей помощи, придется пройти непосредственно больному. Конечно. Это очень долгий процесс, это очень долгий путь, который занимает два года. Ага. Но это в любом случае лучше, чем проходить бесконечные курсы химиотерапии, и там, не дай бог, хирургические... Если пациенту назначена пересадка костного мозга, это значит, что химиотерапия не справляется. А, это уже после химиотерапии. То есть сначала пробуется... Есть очень много разных вариантов, но, безусловно, это сначала пробуется химиотерапия. Просто так... А нельзя миновать? Нет, нельзя. Это все равно очень тяжелый путь, очень тяжелое лечение, оно длительное, оно очень проблематично для самого пациента, потому что он теряет образ привычной жизни на полтора года. И какие будут осложнения в процессе, вернее, после пересадки, в процессе реабилитации, непредсказуемы. А есть какая-то статистика, ну, скажем, из 10 получивших донорских водостоловых клеток, 9 они благополучно добрались до финиша? Вы знаете, невозможно сказать, потому что каждый пациент это индивидуален, и у него разные исходные данные состояния, у него разный диагноз, потому что пересадка костного мозга используется при различных локализациях, различных заболеваниях. Поэтому это очень сложно сказать. Не только онкологических заболеваний? Не только онкологических, а у иммунных заболеваний в том числе. Но мы сейчас, конечно, посвящаем свою деятельность именно онкогематологическим заболеваниям. Ну да, у вас узкое направление, получается. У нас, с одной стороны, узкое направление, а с другой стороны, направление, покрывающее, наверное, 70-80% всех случаев. Ну, раз уже мы говорим о цифрах, о статистике какой-то, есть, конечно, можно, назовите тогда уже свои результаты деятельности фонда. Вот сколько человек благодаря вам стали донорами? Или сколько человек благодаря вам получили донорскую помощь? Вот я вам расскажу, давайте такие сравнительные цифры. Приблизительно 2,5 тысячи потенциальных доноров зарегистрированы в Республике Дагестан. Сколько? Больше 2,5 тысячи. 3,5 тысячи. Да, больше 2,6 тысяч людей. Это те, кто с регистром прошли? Они прошли регистр. 10 человек из них смогли стать донорами костного мозга, спася 10 жизней других людей. Это были и взрослые, и дети. В течение полутора лет 700 человек, благодаря моему активному ведению блога, и в том числе деятельности благотворительного фонда, вступили в регистр доноров костного мозга. Много это или мало, сложно сказать. И двое из них стали реальными донорами. Один... А вы так дифференцируете, да? Что именно благодаря блогу 700 человек... Я знаю этих людей, потому что они мне писали и говорили, я вступил. И двое из них стали реальными донорами костного мозга. Один – это муж моей пациентки. Он вступил в регистр после того, как узнал, что со мной произошла вот эта беда. И в сентябре прошлого года он донировал свои клетки, стволовые клетки для ребенка. С ребенком сейчас все хорошо. Круто. Вы представляете, да? Он спас жизнь одного человека, при этом спас жизнь его родственников, его друзей, его будущих, его будущей, я не знаю, супруги, его будущих друзей. Это такое большое дело. Это чужой человек, который спас жизнь абсолютно незнакомому для себя ребенка. Но это же не чудо, разве? В завершении нашего разговора, чтобы уже точку поставить, пускай, может быть, это интересует только меня, почему нельзя дохимиотерапии? В чем там конкретно? Какое противопоказание? Вот вы тем более, как врач-онколог, он вам объясняет. Почему нельзя дохимиотерапии сразу? Потому что сначала нужно больные клетки убить, и только затем... То есть их не должно быть? Их не должно быть, потому что эти стволовые клетки должны на нулевом организме, то есть когда у него нету собственных клеток вредных, мы запускаем вот именно в этот момент, когда больные онкологические клетки находятся под действием химиотерапевтического лечения. И после этого даем шанс как бы перезапустить собственный организм. Вы представляете, чужие клетки затем начинают делиться, как клетки человека. Они потом превращаются в клетки крови, эритроциты, тромбоциты, лейкоциты, от чужого человека. Вот в этом вся магия. Да, Сергеевна, мы вынуждены закругляться. Давайте на финише уже подведем такой итог. Во-первых, надо становиться донорами. Поддерживаю, агентирую. Да, да, да. Не, я наставил, что надо. Если, извините, здоровье позволяет, но это как минимум аморально проходить мимо, потому что у нас масса людей там скачивают всякого рода приложения на мобильные свои устройства, и Туба, и Инсаны, и так далее, и так далее, и Надежда. И легко прощаются с определенной частью денег в пользу лечения тех или иных детишек или взрослых людей. Одно дело ты деньгами пожертвовал, да, а есть ситуация, когда денег недостаточно. Невозможно деньгами заменить то, что ты можешь дать непосредственно от себя, как бы, да, как часть твоих биологических каких-то элементов, да, так называемых. Поэтому я думаю, друзья, надо включаться в этот процесс. Я уже, в принципе, выбираю место, куда сам пойду. Я просто боюсь, моё здоровье не очень подойдёт, но я попытаюсь, по крайней мере, надеюсь. Буду держать вас в курсе у себя в сети, имейте в виду. Вот, как вы сказали, в инвитро и... ЦМД, ДНКОМ на станции переливания крови. Приходите туда и говорите, что вы хотите попасть в регистр, значит... Донор костного мозга. Донор костного мозга. А вам спасибо за уделённое время. Спасибо, что говорите. Бесконечная благодарность за то, что вы делаете. На самом деле, я вам желаю, больше никогда в жизни на личном опыте не сталкиваться с тем, с чем вы, собственно говоря, теперь боретесь к рекламу здоровья вам и вашим, как бы сказать, подопечным. Всем тем, кому вы хотите помочь. Да, спасибо большое. Будьте здоровы. Друзья мои, у нас в гостях была Дарья Сергеевна Чанышева, непосредственно руководитель Благодарительного фонда имени себя. Имени себя. Да, имени Дарья Чанышева, который занимается помощью для онкобольных, точнее, для гемо... С заболеванием крови. Для онкологических пациентов с заболеванием крови. Больных с онкологическим заболеванием крови. Друзья, сдавайте стволовые клетки, приобщайтесь к донорству, помогайте близким и вообще людям больным. Оставайтесь с нами, РКВК Дагестан, не болейте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова